Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Сегодня суббота, возможно, кто-то проснулся. Это RedBrick.conf. Наконец-то RedBrick. Так долго ждали, и вот он здесь. Меня зовут Юль Кривцова, я руководитель волонтерского центра МГПУ, тренер неформального образования МГПУ. И сегодня у нас комната, мы сегодня разговариваем про деловое общение, называется партнерство, границы и нетворкинг, собственно говоря. Сегодня будем много говорить про деловое общение, как же его выстраивать, как защищать свои границы в деловом общении. И сегодня у нас в студии эксперты в этой теме. Это Николай Кочетков, руководитель образовательного развлекательного агентства Basel Agency, и Сергей Гаврилов, сооснователь студии коммуникации BeSmart и председатель правления Санкт-Петербургской федерации дебатов. Друзья, привет. Приветик. Расскажите немножко о себе подробнее, чем занимаетесь. Коль, давай начнем. Давай. Мы образовательное развлекательное агентство, родом из Казани. Мы довольно молодое агентство, нам чуть больше года. Мы делаем образовательные курсы в оффлайне и в онлайне для частных и корпоративных лиц, в большей степени направлены на софт-скиллы. Здесь мы с Сергеем коллеги. Поняла. Расскажи, пожалуйста, сейчас, что у вас, какие у вас курсы сейчас есть, к чему можно подключиться? Сейчас из доступных есть публичные выступления, есть развитие дикса ратикуляции, есть работа с персональным брендом и с персональной стратегией. Из тех, которые доступны прямо сейчас. Я поняла. Спасибо большое. Очень интересно. Верош, у тебя что? Расскажи, пожалуйста. Захотелось сразу пройти какой-нибудь курс про личный бренд, про все такое. Промо-код подкинул. Про что? Промо-код подкинул. Промо-код. Видите, не зря пришел, уже разобрались здесь. Есть преимущества. Наше агентство такое небольшое, ламповое, камерное. Мы помогаем спикерам решать коммуникационные задачи. Вот, наверное, такой наш основной подход. В основном мы готовим спикеров к выступлениям, к презентациям, конференциям, все такое. Но просмотрим на это шире, потому что выступления – это часто только часть, процесса, потому что наша задача – помочь решить задачи клиента, которые часто выражаются в каких-то действиях, в увеличении эффективности, в работе с персоналом, в работе с партнерами, с кем-то еще. Поэтому часто проекты выходят за рамки образовательных вещей, за рамки именно тренинговой деятельности. Стараемся решать задачи. Так что в таком коммуникационной плоскости, в режиме софт-скиллов как раз. Вот мы действительно в этом смысле партнеры, коллеги. Так что я думаю, что можно будет рекомендовать друг другу курсы и прочие, кросс-прома и так далее. Все здесь может работать. Я поняла. Спасибо большое. Друзья, ну слушайте, сегодня столько нашли школ для развития софт-скиллов. Это и Бесмарт, и и Безил Эдженси. Обязательно заходите, регистрируйтесь. Софт-завод. Софт-завод. Не забывайте, вчера рассказывали про софт-завод. Я очень вас попрошу сегодня обращаться к вашему опыту, рассказывать, как работает это у вас, как коммуникация работает у вас. Сегодня мы обсуждаем деловое общение. Понятно, что деловое общение и какое-то личное, ежедневное общение различаются. Но вот в чем основное это различие? Можно ли как-то тезисно это сформулировать? Или это очень сложно, или где-то эти границы размываются? Можем ли мы как-то это назвать? Мне кажется, они есть, эти границы, но они немного размываются после того, как мы с партнерами, например, или с коллегами переходим к новому этапу, когда мы, например, запустили какой-то курс, прошли огонь, воду и медные трубы, и уже можно более неформально, что ли, пообщаться. А на начальном этапе, когда, например, лично у нас мы только начинаем коммуникацию с каким-то новым спикером или с новой компанией, то, конечно же, мы используем все вот эти правила деловой переписки, правила этикета и прочего. Обходим все острые углы и слишком иногда много воды льем. Мне кажется, это требование уже, что ли, сейчас. Хотя постепенно от этого тоже отходим, потому что многие компании уже на начальном этапе просят, например, на «ты» общаться или переписываются только в Телеграме и сами первые стикерочки присылают, и уже неформальность эта спадает. У меня друзья, одни из агентства Prezium, я их везде упоминаю, потому что очень люблю ребят. Мы не то чтобы много работаем, но ребят классные и всегда приятно им поделиться. Вот там Саша Сычев любит говорить о том, что сейчас вообще в коммуникациях, в визуальных, в таких вербальных, когда мы выступаем, мы рассказываем и общаемся друг с другом, есть тренд на демократизацию, демократизацию общения. Я вот не очень верю в том смысле, что не принимаю, потому что у меня всегда был тренд на демократизацию с самых первых дней, когда мы с партнерами стали работать. У нас вся коммуникация неформальная, и в команде, и структура достаточно неформальная, и в общении с клиентами мы стараемся подбирать тональность, которая уместна, потому что важный критерий, уместность – это такая суперважная вещь. Ну а в целом, наверное, демократизация есть такая, очень либеральное общение. Но вместе с этим, знаете, иногда встречаются как раз такие вещи, когда люди стараются играть в серьезных заказчиков, в серьезных клиентов, в серьезных профессионалов. И вот это уважаемые, глубоко уважаемые, много уважаемые, вы с большой буквы в переписке, дистанция какая-то, которую пытаются соблюсти. Ну окей, хочется в это поиграть, можно поиграть. Но, как правило, знаете, практика показывает, что, скорее всего, это такой первый звоночек, который дальше будет звенеть, превращаться плавно в колокол, и, скорее всего, возникнут нюансы, которые вам придется преодолевать. Где-то будет сложная коммуникация, где-то будет слишком много требований, где-то будут излишние какие-то комментарии, правки, что-то еще. Ну, короче, вы хлебнете еще, как только чувствуете, уважаемые коллеги, если это звучит без иронии, да, без сарказма, а такое прям серьезность возникает сейчас, да, вот именно там в 2021 уже, да, учитывая эту демократизацию, скорее всего, готовьтесь, будет весело в вашей коммуникации, будет интересный кейс, который потом будете рассказывать. Вот в остальном, мне кажется, вот как раз такое свободное общение, простая коммуникация, она превалирует. Кстати, согласен, и особенно часто последнее про уважаемые коллеги и прочее бывает в небольших регионах, не в обиду регионах, но, например, в Татарстане зачастую компания, которые прогосударственные, они очень любят вот это уважаемые вы, да, с большой буквы, все выделить абсолютно везде по имени-отчеству обязательно, даже если ты представишься просто Николая, можно на ты даже, если я в самом начале про это говоришь, они все равно Николай, как у вас по-батюшке, Николай Сергеевич, да, еще Абы тебя назовут, еще какую-нибудь татарскую приставку сделают, и это довольно печально на самом деле, и вне зависимости от того, сколько ты с ним работаешь, они все равно так с тобой общаются, это иногда тяжело, ввиду того, что чаще всего эти компании действительно неповоротливые, и с ними приходится иногда повозиться в плане и коммуникаций, и согласований, они чаще всего как раз-таки больше всех согласовывают, и опять же это чаще всего небольшие компании, которые претендуют на что-то большое и высокое, у них это не особо получается, но они стараются. А давайте сразу вывод, можно первый, будьте осторожны с этими вещами, скорее всего что-то пойдет не так в вашей коммуникации, первая рекомендация, если вдруг вы еще по какой-то причине не читали, вот вам три книги, которые, мне кажется, здесь могут помочь в такой деловой коммуникации, это Максим Ильяхов, я думаю, можно его рекламировать здесь, пиши, сокращай, новые принципы или новые правила деловой переписки, и последнее, ясно, понятно, по-моему, у него там три книги, почитайте, все очень подробно разбирается, мне кажется, там, потому что часто вот эти слова, которые пытаются навязать некое уважение, глубоко уважаемое и прочее, это лишь такая ширма, потому что дело не в словах, дело в отношении, которое проявляется, и очень часто за глубоко уважаемостью скрывается давление, у меня просто очень смешно, вчера, знаете, у меня целый день созвонов был, там, шесть часов подряд, мы со стартапами готовились, значит, к пичам, и у меня маленький перерыв, и мне звонит, значит, будущий, я не знаю, клиент, или они хотели, чтобы я был клиентом, и так, уважаемый Сергей, вот я вам отправляла на почту, я говорю, слушайте, не было времени пока посмотреть, ну вот я вам там это отправляла, там, ну, как бы на вы, уважаемый, а потом начинает меня отчитывать, типа, слушайте, ну, месяц прошел, вы до сих пор письмо не посмотрели, а я вот вам предложение на почту скинула, я такой, слушайте, ну, вы звоните, вы что-то от меня хотите, вы хотите мне услуги свои предложить, зачем вы меня отчитываете, но при этом в форме, уважаемый Сергей, на вы, я такой, ну, не надо, да, дело не в словах, я чувствую вашу тональность, я чувствую претензию, которая здесь есть, ну, давайте мы, как бы, на чистую воду выведем друг друга, будем общаться, ну, так, как хочется, но вообще претензии тоже, наверное, не надо использовать, вот это тоже такой совет. Короче, вот три книги, мы еще десяти минут не проговорили, уже есть три полезные. Нет, ну, это здорово, здорово, класс. Вот пока говорили, очень был термин демократизация общения, я за термин, если не буду отвечать, у меня вопрос появился, а не зависит ли общение, стиль общения, стиль делового общения, если мы говорим про деловое общение, мы тоже уже можем разделять какие-то стили внутри него, можем ли мы сказать, что в зависимости от имиджа организации и от статуса организации нам тоже нужно выбирать общение. Просто я почему спрашиваю, у меня есть очень яркий пример в моей жизни. Я сотрудник университета, я работаю в университете, понятно, что я работаю со студентами, но также я общаюсь, например, с директорами институтов, с замами по воспитательной работе, и я не могу им написать, типа, йоу, приветики. Ну, то есть мне тоже нужны им уважаемые и так далее, даже если я чуть-чуть не соблюдаю, уже начинается история про то, что, а что это вы так со мной общаетесь. Вот, и еще я работаю в организации, которая называется EnglishU, и мы работаем с ребятами, мы учим английскому ребят, и у нас есть оффлайн-мероприятие, и ко мне приходят люди на оффлайн-мероприятие, и у меня есть тезы от моего, грубо говоря, начальства, что из серии, даже если человек сильно у тебя старше, все равно соблюдают это. Привет, йоу, камон, чё-кого. Вот, зависит ли имидж организации от стиля общения? Можем ли мы себе позволить, например, с университетами, грубо говоря, так общаться? Или это вообще недопустимо? Или как быть в такой ситуации? Мне кажется, здесь больше даже не про имидж, а про внутреннюю коммуникацию внутри самой компании, потому что во многих федеральных больших компаниях внутри у них между собой есть договоренности, что все мы общаемся только на «ты», вне зависимости от того, что это генеральный директор, основатель, инвестор, все на «ты» общаемся неформально, без имени, отчества, только имя и «ты». Поэтому здесь я, например, лично при первом контакте, если я эту компанию совсем не знаю, конечно же, на «вы», с соблюдением каких-то норм, а потом уже в процессе общения прощупывается вот эта вот почва, можно ли на «ты», к примеру, перейти, либо можно ли коммуникацию вести с почтой в Telegram, чтобы быстрее общаться, или там в WhatsApp, как им удобнее. Поэтому здесь больше, наверное, про внутреннюю коммуникацию и то, как в компании в самой устроено, но не всегда мы это можем узнать изначально при выходе, например, на ту же самую компанию. Но с университетами здесь, мне кажется, особенный разговор. Мало того, что особенный, я заканчивал педагогический университет и долгое время сотрудничал, значит, с коллегами и в управлении развитием воспитательной деятельности. Приходишь туда, и там молодые коллеги, да, там сидят, и они друг к другу там, «Анастасия Петровна, как вы считаете?» Да, Варвара Ильинична такой думаешь, «Боже мой, ну, типа, ну, серьезно, вот зачем вы в это играетесь?» Но им это нормально, да, в данном случае им это подходит. Здесь ты правильно говоришь о том, что есть, ну, некая тональность, наверное, да, к которой университет общается, и ее точно стоит соблюдать вовне, да, когда ты во внешнюю коммуникацию там все это дело выстраиваешь, потому что, ну, как бы тональность коммуникации, вот это общение, это, ну, продолжение, ну, условно, личного бренда, корпоративного бренда, да, и так далее. То есть ты не можешь там говорить о том, что я там серьезный такой, и при этом, хей, йоу, ребята, чё, кого. Конечно, внешняя коммуникация будет такая. Внутри, наверное, там, где-то это может быть и такая, ну, демократичная, простая, и, ну, если вы договоритесь об этом. Но я на это смотрю, знаете, как на коммуникацию, которая должна быть эффективной. Наверняка все проходили эту, знаете, схему коммуникации, где есть у нас отправитель сообщения, некое сообщение, которое там куда-то идет, и получатель этого сообщения. Вот наша задача, чтобы то, что мы хотим донести до других людей, чтобы оно у них в голове распаковалось, и в итоге они приняли решение, сделали то, что мы от них хотим, да, вот тогда коммуникация будет эффективна. Мы дошли оттуда. А вот дальше вопрос контекста. И этот контекст может выступать либо барьером в этой коммуникации, либо помогать нам. И вот эта тональность, в том числе, да, демократизация, разговор на ты и прочие вещи, они как раз, если люди к этому не привыкли, да, и она Варвара Ильинична или там Андрей Борисович там какой-то, и я к нему, привет, Андрюха, как дела? Я-то свой контекст перекладываю на его, да, и получается, что вместо того, чтобы слушать меня, у него первая реакция — это возражение, это отторжение, и я не добиваюсь того эффекта, которого я хочу, да, сообщение, которое я транслирую, в голове у него не распаковывается, и он не совершает там, да, тех действий. Мы не приближаемся, короче, навстречу друг друга, поэтому здесь важно, каким бы мы ни были демократичными, как бы мы ни стремились к, вот к этому, значит, такому простому общению, важно учитывать контекст и уместность для тех людей, с которыми мы общаемся, да, потому что мы для них это делаем, мы с ними пришли в эту коммуникацию, потом подстроимся, потом с этим решим, но важно вот как бы учесть их контекст, понимать, это барьер сейчас будет или нет, да, в этом смысле, наверное, изначально стоит, ну так, более-менее нейтрально все выстраивать, ну а если уж там, не знаю, в официальной коммуникации, в Инстаграме, там, в Телеграме где-то, ну, наверное, можно по-другому, но тоже смотреть надо заранее, да, как они ведут свою коммуникацию, если там у нас в Инстаграме тональность, ну, такая дружеская, бодрая, конечно, можно писать, йоу, пацаны, как дела? Мы такие, окей, мы не только пацаны, но и пацанессы у нас есть, ой, хорошо, там, да, мы ответили, пошутили, кому-то добрый день, кто такой, пишешь, вроде там, блогером, или кому-то, йоу, че, как? Они такие, добрый день, мы вам там напишем, ну, понятно, мы каши не сварим дальше. Да, у меня однажды такая была ситуация, я еще была студенткой, еще училась, и мы делали проект какой-то университетский, не помню, что это был за проект, но я отвечала за партнерские связи, за призы, подарки и так далее. Я помню, что я написала в компанию, компания достаточно молодая, и я им написала, ну, я посмотрела в интернете, как писать письма, и я им написала, добрый день, вот это все по правилам, шаблонам и так далее, а мне начали реально отвечать, йоу, привет, эмодзи, тысяча эмодзи, я думаю, что? Видимо, я сделала что-то не так, что делать? Окей, хорошо, вот мы с вами проговорили, мы с вами начали говорить про демократизацию вообще, это любимое мое слово на сегодня, буду его постоянно говорить. А мы еще накинем, что готовься, настраивайся. Тогда такой вопрос, вот если мы себе позволяем чуть больше в общении, то есть у нас нет каких-то серьезных, четких границ в общении, можем ли мы сказать, что здесь идет чуть-чуть нарушение личных границ в общении или нет? То есть здесь вот переходят из каких-то деловых отношений уже какие-то более личные, серия, мы знакомы с этими людьми, мы про них знаем чуть больше, чем как про коллег, про партнеров и так далее. Нет ли вот здесь какого-то нарушения баланса жизни, работы и так далее? Мне кажется, опять же, здесь зависит от того, насколько вы прочувствовали того человека, с которым вы общаетесь. Не все готовы переходить резко или даже плавно на такое неформальное общение. Приведу пару примеров. У меня есть друг, который работает в педагогическом университете, я, к слову, тоже из педагогического университета, пусть с ульяновского. Все мы оттуда. И он довольно молодой, он младше меня, и он устроился преподавателем туда, и для него супер принципиально было, чтобы к нему строго по имени и отчеству в университете обращались, даже если там общая тусовка, но обязательно имя и отчество. Для него это принцип. И он не готов от этого принципа отходить. Другой пример, когда мы пару лет назад работали на одном крупном спортивном мероприятии, еще до того момента, когда я открыл агентство, там я работал с другом, с девушкой, с которой у нас довольно-таки своеобразные отношения были на работе. Мы в рамках работы, пусть и общались неформально, мы дискутировали, мы ругались, но я понимал, что это все будет отпущено, и она после того, как мы уйдем пообедать, начнет смеяться и отпустит эти все проблемы, мы будем нормально общаться. Это я немножко ушел в сторону, как будто бы у меня мысль ушла. Я к тому, что я знаю, понимаю специфику этого человека, я могу с ним определенным образом работать и общаться. И, соответственно, то же самое с компаниями и с сотрудниками в этих компаниях. Если мы понимаем, что человек адекватный, и он хорошо отнесется к тому, что мы перейдем на неформальное общение, то нормально. А если мы понимаем, что вообще никак, а это довольно легко считывается, мне кажется, на первых этапах общения, то тогда стоит повременить и, возможно, подождать, когда сам собеседник синициирует такое неформальное общение. Во-первых, границы, говорит, не нарушает ли это границы. Все границы у тебя в голове, да, у нас всех. Это надо помнить, да, все это социальный конструкт, который мы выдумали и таки считаем, что он там нарушается. Я не верю в такое, мне кажется, ложная дихотомия, что либо одно, либо другое, либо рабочие, либо дружеские отношения. Ты можешь смещать эти границы, и у тебя могут быть они, ну, как бы, это диапазон, да, такой, градиент целый, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы ты где-то пробуешь это сместить. Но очень важно, принципиально важно смотреть на обратную связь, да, и обращать внимание на реакцию другого человека, потому что если он готов, ну, круто, у вас там не просто хорошие отношения выстроятся, они будут дружеские, не знаю, очень теплые и так далее. И как бы вы из просто партнеров там или коллег перерастете в друзей, блин, а что здесь плохого-то, как бы, ну, здорово, что вы границы в своей голове разрушили и это выстроили, все. С другой стороны, вот именно важно чувствовать эту обратную связь, да, потому что кто-то, ну, пытается тебя такой, не-не, не надо мне звонить лишний раз, не надо писать мне, пожалуйста, по имени-отчеству, такой, так, раз попробовал, не то, здесь не то, ну, наверное, не стоит, да, вот, мне показывают, что эти границы есть. Ну, и очень важна коммуникация же, да, все-таки мы говорим, общаемся и важно, ну, показывать, если вдруг ваши границы нарушают, ну, объясните там, да, покажите, что вроде как, ну, не надо, мы тут, мы коллеги, мы работаем, но без лишних вещей, ну, окей, да, ну, в первую очередь, в голове границы-то, все понятно с этим. Кстати, не все умеют, как будто бы, говорить, что у них есть определенные эти границы, например, если ты напишешь им после 6-7 вечера, не все готовы, могут точнее сказать, что не пиши мне, пожалуйста, в 7 вечера, я в 6 заканчиваю работу, после этого я не смотрю телеграммы, ватсапы и прочее, ты мне, наоборот, мешаешь, ты меня раздражаешь в этот момент. Многие держат это в себе, это накапливается, 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 потом в определенный момент они тебе все это вываливают, а оказывается, нельзя было так, в 18.05 напишешь, для них это не особо хорошо. Хороший момент, тут важно же, обращать внимание как раз на это, один раз написал, потому что не всегда нужно именно словами проговаривать, действительно, дайте шанс людям не говорить, но важно, чтобы они как-то тоже демонстрировали, написали, вы в 6 вечера, в 6.05, они не ответили, такие, так, раз, не ответили, на следующий день написали, не ответили, один раз случайность, два совпадения, три закономерность, не отвечает мне после 6, окей, попробую писать там в 5.58, еще отвечает, пока там в лифт идет, классно, то есть вот смотреть как раз на такие вещи, потому что, ну для меня это принципиальная позиция, но не в 6, наверное, чуть попозже, но я не пишу по вечерам, я не пишу утром, стараюсь не писать на выходных, чтобы людей не тревожить, при том, что у нас демократическая образовательная коммуникация со всеми, вот, что люди вроде бы готовы, я такой, да, готовы, я знаю, что они скорее всего ответят, но я не буду этого делать, потому что там, не нужно, я лучше в телеграме, слава богу, есть отложенные сообщения, можно поставить там на 10 утра, и там человеку просто повалится почта с утра, сразу куча сообщений на других людей, сложно, да, но, по крайней мере, стараться вот с такой заботой, с уважением к людям относиться, ну и обращать внимание, да, не ответили, не ответили, ну то есть вы хотя бы таким образом показываете эти вещи, да, хуже, когда вы такие, вам не нравится, вы отвечаете, злитесь, не говорите, ну тогда как бы коммуникация тоже долго, как бы ненадолго сложится, да, где-нибудь полыхнет, и, как правило, в самый неудобный момент, лучше, конечно, все проговаривать. Про время это вообще мой любимый кейс, очень часто пишут, например, ну мне как руководитель волонтерского центра, мне пишут представители фондов или каких-то организаций, что нужны волонтеры, и у меня часто бывает, что у меня люди пишут в один с вечера, в двенадцать ночи, я вот сижу и думаю, а что вы, вы живете, вы вообще спите, как эта ситуация, вот, многие студенты, которые со мной работают, знают, что я ненавижу голосовые сообщения, ненавижу, вот если мне пишут там что-то, анекдот рассказать, я за, а вот если мне что-то по работе пишут, мне записывают голосовые сообщения, мне кажется, что это супер неэтично, хотя я разговаривала со своей знакомой, она очень хороший эксперт, очень классный эксперт, и она любительница записывать голосовые сообщения, и она наоборот говорит, ну я еду за рулем, и мне удобно послушать голосовые сообщения. Вот как вы считаете, голосовые сообщения в деловом общении, это норм или, как, как, вот вам кажется? Для меня это боль, и, ну знаешь, я их не ненавижу, я их просто не слушаю, поэтому это как раз вот тот звоночек, вы пишите мне голосовое, такое классно, снова голосовое, здорово, пишите еще, можете кружочек записать еще, я тоже его обязательно не посмотрю, не голосовые, все, ну это теряется, потому что, ну как бы, я такой, слушайте, ну вам неудобно, но вы решаете, что вам неудобно, вы цените свое время сейчас, но не цените мое, считая, что я нахожусь сейчас дома, в тихом месте, могу послушать, и так далее, я не навстречу по-вашему, у меня есть наушники, что я могу послушать, я не помешаю окружающим, ну короче, такая очень самонадеянная вся эта штуковина, вот, поэтому, ну я их не слушаю, но иногда ребята пишут, такие, там Серег, прости, что голосовым, там может такой, без проблем, то есть, когда это не срочно, особенно, наверное, я послушаю, потому что, ну там какие-то есть данные, вводные, бриф какой-нибудь, там что-то еще, надо с этим разобраться, окей, да, но там всегда есть какая-то преамбула, слушай, ну сейчас не получается, не могу, срочно надо, окей, давай я потом послушаю, но просто так вырываться с голосовыми, голосовые звонки, например, в Телеграме, там да, или где-то, то есть, я, ну, ни на один звонок не отвечаю, в Телеграме, ну, то есть, это только для очень близких людей, но там специфика моей работы, все-таки в том, что это такая общение тет-а-тет, часто, да, консультации, подготовка спикеров, и так далее, и, ну, я с кем-то на встрече, ну, то есть, мне звонят, вот, ну, всегда написать, мне кажется, ну, просто такое, немножко устарело, мы пытаемся такие, с 19 века вещи сейчас сюда привнести, типа, вот, давайте звонить, уже не модно это, можно по-другому, вот такая позиция. Я вот согласен, что и с аудио, что и со звонками, я тоже не люблю ни аудио, ни звонки, неожиданные звонки, одно дело от очень близких родственников, если мама позвонит, то я обязательно, конечно же, возьму трубку, но здесь есть одно простое правило, которое просто нужно запомнить, напишите одну простую фразу, можно я тебе наберу голосовое, не могу писать, хочу записать тебе голосовую, или позвонить, это занимает 2 секунды времени, если человеку удобно, он скажет, да, ок, пиши, и ты со спокойной душой запишешь это аудио, позвонишь, и нормально все будет, а не нарвешься на негатив. Я тоже чаще всего не слушаю аудио, зачастую, потому что они записываются на 2-3 минуты, из которых это первые полторы минуты, а потом какая-то фраза, и опять э-э-м-м. Благо в Телеграме, конечно, можно x2 делать, и в WhatsApp вроде бы сейчас наконец-то это сделал, манненебесно. ВК можно делать даже, что текстом тебе высвечивается. Но кто общается в ВК? Я. Ну, мы же знаем, что Павел Дуров говорил, что ВК это, что это? Что это? Это социальная сеть. Друзья, ВК из 2007 года, типа, что это все немножко устарело, как для общения именно, мне кажется. Так что ты… Да нет, ВК, конечно, нормальный инструмент, надо пользоваться. Просто у всех по-разному. Вот это очень важный момент, здесь не то, что там какой-то инструмент тот или не тот, да, для разных задач люди используют разные инструменты. Вопрос в том, что, ну, надо знать, если ты пишешь человеку, да, он пробует здесь общаться или нет. Там ты смотришь такой, не был в сети два года, и ты такой пишешь ему, там, надо срочно решить вопрос. Реально, ну, серьезно, ты собираешься вот здесь решить его, там, или в WhatsApp где-нибудь. Такой, ну, вы же видите, написано, не был здесь никогда, зачем, зачем сюда писать, а потом такие, ой, до тебя не дозвониться. Ну, конечно, вот Telegram, там, номер тот же, например, да, там, по описанию найдите. Ну, такой, елки-палки, что здесь не… короче, это странно, да. Но, чтобы не было ЭМ и прочее, приходите, Коли, на курсы по дикции и публичным выступлениям. Недорогая. Старт в июне. Интеграция. Вот так вот. Класс. Такая рекламная вставочка у нас была. Ну, окей, друзья, спасибо. Вопрос, опять придерживаюсь все же, все этой же темы, дружить с коллегами, с коллегами ладно, это один вопрос, дружить с партнерами, нормально ли это или нет? Потому что, вот у меня родители вырастили, у меня папа, папа думал, что я вырасту и стану бизнесвумен. И папа меня всегда учил, что с друзьями никакого бизнеса, никакой работы делать не нужно. Правда ли это, или это устаревшая тема, и в целом дружить с партнерами это класс, это супер, или в целом это просто ок? Мне опять же кажется, что здесь то же самое, что и при переходе на ты. Если ты понимаешь, что человек супер адекватный, и он очень строго разграничивает личное и рабочее, и в процессе работы он на тебя может трехэтажным матом тебя трехэтажным матом крыть и очень сильно спорить, а при этом вы уходите за дверь и в кафе мило общаетесь, и вы оставили рабочее в переговорке, тогда еще ок, более-менее. А если ты понимаешь, что человек вообще это не может делать, ни в какую, не разграничивает это, то я думаю, что тут вопросы скорее нет, чем да. А уж бизнес полноценный, то тут, наверное, уж точно нет. Не знаю, я вот вообще, знаете, чего бы ни касалось, какой сферы, я против правил. Типа вот так работает, так не работает, потому что, значит, в большинстве не работает, а у кого-то может сработать, например, да, здесь, типа, химия очень важна еще, и там опыт и так далее, потому что, как бы много есть разных примеров, и одни выглядят как ошибка выжившего, вот я сделал бизнес с друзьями, все работает, делайте бизнес с друзьями. Блин, ну такое бы взаимопонимание на протяжении многих лет, конечно, и биграунд один, там и опыт, конечно, вы можете сделать бизнес, либо набор как драма, вот там друг меня бросил, все не работает, может, как же тоже, блин, и примеров, и на одну, и на другую сторону, мне кажется, достаточно, здесь надо смотреть, значит, ну, в процессе, наверное, но просто быть готовым, тут важна договороспособность, потому что часто, когда бизнес начинают делать, там в чем проблема, тогда в том, что потом кому-то хочется выйти, там финансовые какие-то вещи есть, видение не сходится и так далее, и вот вопрос договориться на берегу, как вы потом там выходите, как вы заканчиваете, вот это очень важно, да, описать вашу стратегию, там какие-то ценностные вещи и так далее, чтобы это позволило вам потом, ну, как-то что-то изменить, да, потому что хуже, когда вы изначально не договорились, начали делать, идете не туда, чувствуете это, И дальше уже страдаете вдвоем, втроем, в четвером, не знаю, сколько там вас идете, не можете это дело проговаривать, не понимаете, что делать. Важно договариваться периодически, смотреть, а туда мы двигаемся, стратегические сессии какие-нибудь проводить, что-то такое, понимать вообще здесь. Поэтому мне кажется, какая разница с друзьями, не с друзьями, здесь не думаю, что принципиально. Потому что многие партнеры станут друзьями, например, вы начнете с друзьями, а потом перерастут, наоборот, они в партнерские отношения больше, и вы как бы дружить перестанете, потому что вам и работы хватает, и там у вас какие-то дополнительные, с коллегами, ой, не с коллегами, а с клиентами начнете дружить, например, у вас интересы немножечко распадутся, но вы останетесь здесь в хорошей компании. Короче, по-разному может быть важно, но мне кажется, договариваться, это вообще такое коммуникативная вещь супер важная. И тут мне кажется, еще я добавил про договоренность на берегу, что в большей степени, наверное, касается именно денег, что не все умеют на берегу договариваться о том, кто сколько вливает, в каком процентном соотношении они владеют компанией, либо, например, они делают какой-то совместный проект, они договорились 50 на 50 делать по задачам, а по деньгам не договорились. И здесь вот как раз это может быть яблоком раздора, что да, вы можете быть друзьями, но вы не договорились по деньгам, и вы в итоге поссоритесь, скорее всего, как раз таки из-за того, что вы изначально не договорились о том, кто сколько получает денег. Поэтому здесь очень важный момент денег. Сто процентов бабло вообще всегда препон, знаете, в отношениях, в отношениях с партнерами, в клиентах всегда. При этом, ну что смешно-то здесь, как бы, когда вы, ну почему важно договариваться? Потому что, как правило, проблема-то возникает в условиях кризиса какого-то, да, когда у вас все хорошо, мы договоримся, там, поровну делим, там, или как-то так, здорово, красиво все идет, но проблема не в момент, когда у вас все хорошо, не в момент, когда есть клиенты, у вас все хорошо складывается, а в момент, когда прижмет, ведется режим самоизоляции, например, клиенты перестанут вам платить деньги, потому что не понимают, что делать с обучением, там что-то еще, вы такие, а денег-то нет, например, да, зарплату платить нечем, себе ничего не остается, там, значит, за офис не заплатить подрядчикам, такой, блин, а делать-то чего? А всем надо, и вот, как бы, момент конфликтов, в который, ну, надо договариваться уже, то есть лучше, когда вы заранее уже все примерно прикинули, как вы в сложных ситуациях себя ведете, тогда будет проще, потому что, мне кажется, что огромное количество, там, бизнесов и компаний, вот, там, в предыдущий период, да, пандемически пострадало как раз в том числе из-за этого, потому что проблемы с деньгами были много где, и это, как бы, вскрыло очень-очень большие проблемы, ну, везде, короче, да, а деньги такой хороший индикатор всех вещей, поэтому, да, правда, об этом стоит договариваться всегда. Ну, вот здесь тоже такой вопрос из серии, это вы договорились просто на словах, или это есть какая-то, какая-то бумага, какой-то договор, что-то такое, это юридически закреплено, как подойти вообще к этому вопросу, что из серии вы дружите, вы, там, друзья вместе, день рождения, Новый год, все дела, и тут ты говоришь, сорян, подпиши, пожалуйста, бумажечку, нормально ли это, как вот отфиксировать? Здесь зависит от того, на каком этапе у вас компания, например, если вы делаете совместную компанию, если вы делаете какой-то проект и нет, например, юрлица, то отчасти можно взять некоторые инструменты от инвесторских, как, например, работают инвесторы, когда вливают деньги в компанию. Они понимают, что да, мы готовы в тебя инвестировать, и предварительно они подписывают, если не ошибаюсь, это называется термщит, когда, я надеюсь, последнее слово я правильно произнес, здесь англичанка должна меня поправить, с этим немножко проблемки, да, когда это относительно неофициальный документ, когда они как раз эти договоренности описывают, и можно как раз перенять эту модель, когда вы на бумаге это описываете. Да, это отчасти не имеет такой строгой юридической договоренности, но вы можете поставить свои подписи под этим, и это будет вашим личным документом. Если же у вас есть уже юридическое лицо, и вы полноценная компания, и вы два партнера, то здесь уже, конечно же, лучше все это на бумаге закрепить, подтвердить, что вот на бумаге я владею 60% компании, например, или 60% от выручки какого-то проекта принадлежит мне, 40%, к примеру, принадлежит тебе. Ну, у нас история еще проще, потому что у нас 4 партнера, ну, точнее, в этом у нас сложнее, не 2, а 4, но мы много лет вместе, все, там, я не знаю, около 10, с кем-то чуть больше, там, чуть поменьше, вот, и все дело вместе, у нас такая ценностная основа, хорошая, мы знаем друг друга абсолютно вообще, и у нас такие, как бы, джентльменские договоренности, да, мы решили, что, там, например, делим все поровну, то есть, вот, как бы, и прибыли, и убытки, да, то есть, соответственно, если где-то есть незапланированные расходы, ну, мы тоже это дело все распределяем и делаем, вот такая она простая, она просто договоренность на словах и так далее, и, ну, и все, вот, как бы, мы там много лет работаем, и все дело пока работает, кажется, что как раз, ну, здесь скорее, ну, не то, что заслуга, а то, что, ну, мы, правда, давно вместе, да, и вот как раз очень хорошо друг друга понимаем, очень такие синхронные именно вот в ценностных отношениях, там, ко всему, и здесь как раз такая, ну, гарантия есть, наверное, того, что, ну, ничего не сломается, не знаю, не знаю, как сложится, ну, вроде бы пережили и прошлый год со сложной, да, так что думаю, что и дальше справимся. Окей, поняла, спасибо большое. Давайте перейдем к следующей теме, которую нам сегодня хотелось бы обсудить. Это нетворкинг. У меня главный вопрос. Вот, например, у меня достаточно большое количество знакомых, но вот есть такое ощущение, что я просто знаю людей, и как это для себя не использую. Как превратить вот огромную сеть знакомств в реально сеть полезных знакомств? То есть у тебя есть и заказчики, и партнеры, и еще что-то такое. Где искать полезные контакты, где знакомиться, как вообще, что такое нетворкать? Что за понятия? Расскажите, пожалуйста. У тебя есть курс по нетворкингу, нет? Пока нет. Нет еще. У нас тоже нет. Слушай, я, знаешь, очень не люблю вот в сфере нетворкинга такой очень утилитарный подход, когда я, знаешь, сознательно стараюсь знакомиться с людьми для того, чтобы дальше это все использовать, монетизировать сеть контактов, да, свою, условно, социальную сеть и так далее. Но мне это, ну, не близко, да. Я понимаю, что это, наверное, может работать. Я понимаю, как это работает, наверное, что нужно делать для этого. Но, ну, мне это не нравится, да. И я выстраиваю отношения с кем-то, там, с кем-то из партнеров, из заказчиков, например. У нас и дружеские отношения складываются, например, да. И, ну, это круто. Но вот я стараюсь, знаешь, так на это не смотреть. Скорее просто быть готовым к тому, что, ну, может сработать. Потому что, когда ты много чего делаешь, у тебя много инициатив, когда ты долго в профессии, например, да, и в проектах, которые ты делаешь, придумываешь, так или иначе, там, а вот у меня там такое-то ответвление, а мне надо кого-то сюда пригласить. Такой, о, классно, у меня же есть такие ребята, позову-ка я их. Такой, здорово. Там, а другой проект делаешь. Такой, а здесь тоже кто-то, может быть, обращусь к ним, они, может, посоветуют, порекомендуют. То есть я бы вот смотрел-то в первую очередь на сеть знакомств как на такой потенциальный источник для консультации, для подсказок, чтобы там дальше переходить к кому-то, там, да, на следующий уровень коммуникации с кем-то, но вот в такую, знаешь, в прямую монетизацию, ну, что-то мне такое внутреннее претит вообще на это смотреть такое. То есть можно выстраивать, можно, знаешь, коммуникационную стратегию выстраивать, как с кем-то познакомиться, потом его куда-то пригласить, заинтересовать, чтобы он там стал твоим клиентом. Наверное, это можно, но вот внутренние, как-то у меня такие, знаешь, барьеры к этому, может, это неправильно, это позволило бы зарабатывать гораздо больше и чувствовать себя уверенно, но, блин, это не мое. Я думаю, что здесь вопрос не столько про то, что как использовать людей, а здесь вопрос больше, где реально искать этих людей, где искать людей, партнеров. Потому что, например, у меня есть там знакомый Володя на районе, он отлично чинит тачки, но мне это никак в жизни вообще не пригодится. А где мне знакомиться с людьми, где мне искать потенциальных партнеров и так далее? Как это происходит вообще? Слушай, ну вот я, когда такой впервые для меня вопрос, ну, нетворкинга, не нетворкинга возник, а такого знакомства, это, наверное, какие-то форумы разные, молодежные, которых дофига проходит, и туда приезжают разные эксперты, как правило, да, и вот я там много лет назад на каких-то бывал, и, ну, видишь эксперта, например, я не знаю там с коллегами, со студентами на тот момент, ну, можно знакомиться, ну, мы в любой момент можем познакомиться, меня порекомендуют и так далее. Такой, преподы, о, прикольно, это же эксперт, там, а можно к нему подойти? Такой, не знаю. Вот сейчас на другой сессии до нас ребята выступали и говорили, что на том конце всегда тоже человек, да, он живой человек, и ему там, не знаю, тоже что-то надо пообщаться, поговорить там и так далее. И вот, а, даже не так давно просто вспомнил форум предпринимательский был, в Петербурге, значит, много предпринимателей, по-моему, они даже этого Белфорста, или как он, Волкс Уолл-стрит, который прототип Ди Каприо, вот этот реальный предприниматель, который отсидел и, значит, потом стал тренингами заниматься, по-моему. Вот, даже он там был на этом форуме, что-то выступал, и я вижу, смотрю, и тут этот Дмитрий Потапенко, который X5 Retail Group раньше руководил, а сейчас у него Development Management Group, по-моему, или как так называется. Ну, короче, известный предприниматель, такой очень дерзкий, я бывал на его выступлениях, он такой, а что вы сидите-то? Встали и пошли работать, встали и пошли работать, сколько можно конференцию смотреть, делом займитесь, такой, блин, а что такой жесткий-то? Вот, я смотрю, он идет по поляне, в пиджаке такой, типа, просто по полянке, такой, так, я здесь, Потапенко тут, а можно подойти вообще? Нет, не знаю, надо ли. Ну, и подхожу, говорю, там, Дмитрий, а вот, значит, слушайте, а можно там вопрос? Я говорю, да-да, пойдем прогуляемся, там, ходим по поляне, слушайте, а вот там на прямой линии с президентом были, а что вы там, вопрос ему там не задали? Он такой, да, а что там, зачем вообще пошли туда? Ну, и разгоняем какую-то тему про политику, про бизнес, про что-то еще, и просто поговорили. А человеку, что ему? Он один на форуме, у него нет свиты, у него нет какой-то там, не знаю, с кем ему потусоваться, тут подходит, задает вопрос, там, фотографируется, ну, кайф. Вот, ну, а ты такой, вот, есть контакт какой-то, там, раз там, визитку даст, там, если что, позвони. И у меня так было, я когда учился на политологии, в педагогическом вузе, но на непедагогической специальности, писал, я не помню уже, о чем дипломная работа была, и какая-то про политические технологии, что-то такое, и тоже на одном форуме вижу, там, один из главных политтехнологов в России, такой, опа, он советником президента был какое-то время. Я такой, фига себе, я подхожу к нему, говорю, что-то там так и так, вот вашу книгу читал, он такой, да, вот там все. И что-то мы разговаривали, говорю, а можно я у вас там проконсультируюсь потом по диплому? Он такой, да, да, вот мой номер, звони. Я ему звонил, потом по диплому консультировался с ним, там, в андокластиках писал и так далее. Такой, фига себе. То есть просто на форуме выхватил человека. Поэтому, ну, вот, мне кажется, форумы – хорошее место с точки зрения нетворкинга, наверное, потому что очень концентрировано все, да, это и программа интересная, это и люди, и, как правило, активные ребята, с которыми можно познакомиться, и эксперты. То есть любые форумы, которые есть, мне кажется, в этом смысле сработают. Поэтому можно куда-то волонтером записываться, куда-то там, не знаю, какие-то сессии организовывать, где-то помогать, где-то выступать, например, там, да, в каких-то проектах участвовать. Вот, мне кажется, что форумы – дело хорошее. Часто с точки зрения содержания на форумах одно и то же воспроизводится, но, по крайней мере, с точки зрения активности, вовлечения и вот такого старта, ну, это хороший инструмент, просмотрите форумы, которые, ну, близки вам по тематике, которые больше, более-менее подходят, и темы, в которых хочется развиваться, выбирайте и вперед нетворкать. Мне очень близка философия Сергея к слову, что, чтобы не расценивать потенциальную сеть контактов как потенциальную возможность заработать на них, а это сеть контактов, которые, во-первых, может и тебе, конечно же, пользу принести, но нужно здесь иметь в виду, что не только они тебе должны дать, но и ты, конечно же, должен им дать. Поэтому вот всевозможные форумы, в том числе онлайн, кстати, они как раз и помогают найти потенциальных людей, которые могут быть и тебе полезны, например, прийти к ним на консультацию, и ты можешь быть полезен. Например, на больших форумах многие бизнесмены, предприниматели, они с удовольствием идут на то, чтобы быть ментором или наставником молодых предпринимателей, молодых, не знаю, экспертов, за счет того, что им очень важно поделиться какой-то своей точкой зрения, своей культурой, своим опытом и так далее. И здесь самое главное, мне очень нравится фраза Элина Ишулера в одном из интервью у Дудя, по-моему, сказала, что главное не бояться, потому что максимум, что вам могут сказать, это нет. И как вот пример с Потапенко, Сергей не побоялся, к нему подошел, Сергей не ответил, Потапенко не ответил, ему нет, и они пообщались прекрасно. Потапенко мог просто сказать нет и забыть об этом, он бы и не вспомнил больше Сергея, если бы ему действительно не было интересно. Поэтому здесь главное не бояться, не дрейфить и подходить к абсолютно всем, писать всем, если тебе действительно этот человек интересен. Я поняла, окей, спасибо большое. Еще такой вопрос про нетворкинг. Окей, есть форумы, где можно общаться, искать людей и так далее. Сейчас нет форумов, но есть, но они очень маленькие, либо очень локальные, либо очень закрытые, неважно. Есть ли какие-то онлайн-площадки для нетворкинга, где можно найти людей, где можно как-то пообщаться, где можно оставить свои контакты, где можно обменяться опытом или что-то такое? Как сейчас, в условиях пандемии как это делать? Мне очень понравилось мероприятие, которое было в прошлом году, оно, по-моему, в этом году тоже будет, его делает Скоково, называется, если не ошибаюсь, стартап Village, у них есть очень крутая площадка, у них на сайте вывешены все участники, которые зарегистрировались на эту площадку, на этом мероприятии можно прийти, посмотреть, кто из каких компаний, из каких стран пришли, и можно там написать, либо найти их в Инстаграме, Фейсбуке и написать там. И многие онлайн-форумы предоставляют такую площадку, телеграм-чаты некоторые предоставляют, возможность там пообщаться, можно визитку туда отправить, и, возможно, кому-то будет интересно. Либо вы читаете общую ленту, кто-то написал, что он классный эксперт в чем-то, и вам очень интересна тема, вы можете написать. И, к слову, про нетворкинг еще очень хорошее место, которое называется «Место». Его делают ребята из Кремниевой долины, если не ошибаюсь, начали все это Сергей Дороничев и Давыдов Николай. Очень классное место. Они все делают на платформе OpenLand. Это что-то наподобие мессенджера. И там есть куча всяких каналов, в которые можно постучаться и сказать, что «Ребята, у меня есть такая-то проблема, помогите, пожалуйста, ее решить». Главный принцип этой площадки в том, что все предоставляется бесплатно, в том плане, что если у меня есть какая-то проблема, мне могут помочь ее решить. Но при этом и я должен закинуть в общий чатик, изначально, когда я присоединяюсь, чем я могу быть полезен. И по каким-то хэштегам меня можно найти и мне написать. Мне писали по ивентам периодически. Например, что «Николай, у нас такая-то проблема, пожалуйста, помогите решить». Или по спортивным мероприятиям, потому что довольно много спортивных мероприятий работали, и по работе с волонтерами, к слову, тоже писали. Там очень классный инструмент, как по мне, найти помощь и подружиться с ребятами. Они периодически устраивают тусовки в зуме, созвоны, когда можно в группе небольшой, там, на 10-15 человек пообщаться и познакомиться с ребятами, и формируются такие небольшие локальные группки. Так что вторая ссылка на сегодня – это сообщество «Место». Приходите туда, к ним в OpenLand, регистрируйтесь. Потому что действительно много и каналов, и много чего. А самое главное – это в первую очередь предпринимательская тусовка. Это стартаперы, которые делают свои проекты. Они достаточно открыты все, действительно что-то посоветуют. И если у них спросите, ребята, на какие площадки выйти, вам тут же список напишут, куда идти, в хорошем смысле, где регистрироваться для получения вот этого самого нетворкинга и экспертизы, советов и так далее. Так что сообщество «Место» – это прям такая хорошая площадка, платформа, где можно все это дело получать и развиваться там. Окей, спасибо большое. Давайте так. Самая жесткая ситуация в коммуникации, слом коммуникации. Была какая-то ситуация, когда вообще все пошло не по плану, не так, как планировалось. Как выходили из этой ситуации? Что вообще делать? Есть ли какие-нибудь такие истории? Либо наоборот может быть какая-то успешная коммуникация, что вы даже не подозревали, а все сложилось еще лучше, чем предполагалось. Есть ли что-то такое? С клиентом должно быть, да, что-то такое? Можно с клиентом, можно с партнером, можно с коллегой, не знаю. Надо же что-то такое рассказать, чтобы было и показательно, и понятно, и клиентов не обидеть, и себя в лучшем свете показать. Задача-то непростая, конечно, тут. Слушайте, ну у нас была, ну, наверное, такая письменная просто коммуникация, поскольку мы были субподрядчиком на каком-то проекте, и я там готовил спикеров, модерировал мероприятия, и с заказчиком у нас хорошее отношение, а вот подрядчик, что-то там, значит, не сложилось. И получилось так, что заказчик заплатил подрядчику, подрядчик не заплатил нам, мы сидим, ждем денег, ничего не происходит, и как бы, и там уже сколько-то времени все у нас мусолится, какое-то общение, кто-то отвечает, не отвечает, и так далее. Я такой думаю, блин, ну, как-то надо взбодрить ситуацию, что-то непонятно, и Ильяхов не рекомендует писать в общей чатике, где есть разные люди, такие какие-то гневные сообщения и прочее. Я такой думаю, ну, он это рекомендует для того, чтобы не было конфликта. Я такой, а я хочу конфликт, потому что, ну, как бы, ситуация никуда не продвигается, ну, типа, ничего не происходит, понимаете, мы там несколько месяцев таких что-то, не знаю, что делаем. И я такой, да, классно, тегну всех, напишу, такой, типа, вот, коллеги, значит, нам этого, коллеги с уважением, уважаемые коллеги, ну, как бы, знаете, это как раз ситуация, с которой мы начали, что за словами прячется другой смысл на самом деле, потому что дело не в словах. Ну, я разгоняю тему, как бы, описывая, что там одни нам что-то должны, другие не доработали и прочее, и подключаются другие коллеги, очень много гневных комментариев и всего, но, как бы, процесс пошел, по крайней мере, да, здесь в этом смысле, как бы, такая, вредный совет, так делать не надо, да, в обычной переписке, в нормальном общении, но здесь, ну, важна была провокация, потому что иначе, ну, все, ступор, да, ничего не происходит. Ну, и в итоге, там, еще спустя пару месяцев мы получили деньги, и в итоге, вроде бы, все заработало. Дальше мы работать не будем, естественно, да, потому что отношения подпортились здесь, и такой общий негативный эффект остался, но, тем не менее, как бы, да, результат был, здесь все его получили, вроде, вроде справились. Так что, такая, очень сомнительная, сомнительная, сомнительный кейс, но такой вот, он, просто он сидит где-то глубоко, вот он первый такой больной, прожитый, со страданиями, болью, кровью, потом и слезами, но вот, вот такой вот он вспомнился. Наверняка, что-нибудь еще было. Слушай, можно было как-то без негатива решить эту ситуацию, или, в целом, если бы не было вот этого, оу, уважаемые коллеги, извините? Пробовали, да, то есть, и это был для меня такой, как бы, ну, сложный момент, потому что я отдельно переписывался и с подрядчиком, и с заказчиком, и одни говорили, да-да-да, вроде бы должно быть что-то, другие говорили, ну, там, ничего не, ну, короче, такая болото происходит здесь, и, ну, для меня этически это очень сложно, то есть, я не хочу, мне не нужен конфликт, зачем, мы можем решить со всеми, ну, не можем, то есть, как бы, не можем. Я говорю, ну, блин, надо, как бы, поступиться, наверное, принципами в данном случае, потому что, ну, я могу не получить деньги, окей, моя команда знает. Так как Серега пришел поработать бесплатно, ничего страшного, там, что-то такое замутил, ну, а нам-то нужны зарплаты, там, да, надо ребятам платить и так далее, вот, поэтому, ну, надо, да, это сделать. И я поговорил со всеми партнерами, говорю, ребята, вот, там, есть два пути, вижу такой, такой, и они такие, давай, ты знаешь, что делать, ты чувствуешь людей, там, значит, наверняка, там, сделаешь все этически, нормально, насколько это возможно в этих условиях, давай, офигачь, ну, в итоге, да, так получилось. Вот, другой случай, еще, что я последний, наверное, в такой включусь, там такая сломанная коммуникация была как раз в компании, знаете, внутри коммуникации, да, не вовне, внутри, когда было мероприятие, по-моему, где-то перед Новым годом, и компания такая ге-гей, давайте поздравим сотрудников с Новым годом, все классно, там, поздравления какие-то сделаем, все расскажем. Ну, кайф, короче, хорошее новогоднее мероприятие, развлекательное, класс. И тут, значит, происходит, там, спикеры выступают, что-то там, значит, друг друга поздравляют из разных филиалов компании, а потом в чате к люди пишут, такие, слушайте, это все красиво, поздравление-то, а премия-то будет на Новый год, нет? Все-таки, о, точно, премия, а что-то премии-то нет, а где премия? Ну, моя любимая история, реально, из последнего, такие, и все, и такой, вижу организаторы, такие, так, что-то происходит, так, Серега, сворачивай, а я модерирую всю эту штуку, так, сворачивай дискуссию, все это, друзья, все понятно, и история с премией нас всех касается, она для всех очень важна, но давайте мы ее зафиксируем, передадим организаторам, а дальше пока приступим к поздравлениям, и дальше поздравления, улыбки, счастья, потом снова такие, так, здорово, а премия-то где? Будет премия? И так, ну, раза три, наверное, вот за час мероприятия в онлайне, и там должен был выступить руководитель компании или кто-то из HR-ов и что-то рассказать в конце, и он отказался, то есть, мне в чатик пишут организаторы, такие, так, его не будет, просто завершая мероприятие, он не хочет выступать, то есть, потому что проблемная ситуация возникла, они не готовы на эту тему разговаривать, и потом пишут, так, давайте вычислим по IP, те, кто писал, значит, про премию, вычислим их, поговорим с ними, ну, вот этот пример как раз глубоко уважаемый и так далее, да, когда у вас за словами на самом-то деле скрывается, ну, как бы неуважение к сотрудникам, наверное, где-то, может быть, неуважение, а неготовность разговаривать, да, личный страх, ну, выйдет и расскажет, такие, ребят, ну, год сложный был, да, действительно, с премией сейчас тяжело, мы надеемся, что, там, в следующем квартале мы сумеем достичь, там, нужных показателей, и попробуем эту премию растянуть, там, например, на год, или заплатить ее, не знаю, к другому какому-нибудь празднику, к другому дню, там, профильному и так далее, ну, здесь, таки, мы просто не будем говорить, ну, как бы, окей, вы не говорите, а у людей-то ощущение же остается, они поздравления послушали, друг с другом поговорили, а премии-то нет, да, поэтому, да, да, внутренняя коммуникация в данном случае не сработала, поэтому просто выйдите, признайте эту ошибку, да, скажите, ну, да, так происходит, да, там, все, мы просим здесь, там, понять, и так далее, ну, короче, какой-то путь здесь важно описать, потому что, когда есть проблемы, ну, важно об этом говорить, и так далее, в этом смысле, как раз, любые кризисные моменты, да, любые вещи, когда что-то зафакапили, что-то сломалось, не вовремя позвонили, не написали, не сделали, очень важно, ну, это признавать, да, и потому что, иначе, там, у вас спросят, вы такие, да, вы сами нам что-то не прислали, да, такое бывает, типа, да, вы нам не прислали, и начинается разгон, А вы нам не прислали, потому что вы не прислали ТЗ, а вы у нас не запросили, а вы нам другой процесс описывали. Блин, там вообще не сведешь концы с концами. Очень важно, если для вас эта коммуникация важна, если вы хотите, чтобы она завершилась чем-то пользой для всех, ну возьмите ответственность на себя, скажите, даже если вы не виноваты в данном случае, но вам важно продвинуться дальше, скажите, слушайте, кажется, мы здесь что-то упустили, наверное, мы не до конца поняли, не объяснили и так далее. Вот нам кажется так-то и так, давайте подумаем, как это дальше решить. Попробовать на второй шанс выходить, потому что если в глухой оборону уходить, ну как бы привет, вы ушли, одни атакуют, вы обороняетесь, вы атакует, ну короче, все, там дальше коммуникация сломается, и точно ни книги, ни советы, ни курсы ничего не поможет, потому что как бы вы за больное задели человека, который уже такой эскалация конфликта пошла. Поэтому важно признавать, даже если что-то не так, блин, не страшно быть не идеальными вообще ни львам, ни корпорациям, никому, мы не идеальны, идеал не достижим. Так что признавать ошибки с этим делом, выходить к людям, это важно. Причем вот это, если признать ошибку быстро, забудется намного быстрее и менее энергоемко, если ты скажешь, мой косяк, сорян, вот правильный вариант письма, например, сори, давайте работай дальше. И вторая сторона, возможно, тебя поругает, и в переписке скажешь, ах ты такой-то, такой-то, почему ты сразу не прислал правильный вариант, но спустя пять минут уже все забудут, нежели ты будешь полдня выдумывать какую-то отговорку о том, что у тебя сломался компьютер, поэтому я не прислал, а вот тут потом интернет отключили, поэтому мы не прислали. Не очень, это правильно. У меня есть пример того, как одна правильная коммуникация мне помогла выйти, точнее, начать делать мероприятия с одним спикером. Мы готовим осенью одно очень большое мероприятие в Казани, и еще год назад мы начали общение со спикером, еще до пандемии, когда мы думали, что все можно будет сделать в 2020 году, долго-долго переписывались, потом спикер сказал, что сорян, 2020 год, все расписано, еще неизвестно, что будет пандемия, давайте как-нибудь потом. И вот в 2021 году сейчас мы вышли на этого спикера, и она сказала, что хорошо, что вы сейчас написали, мне очень было приятно, как вы вели коммуникацию до этого, потому что мы написали большое письмо, развернутое, что мы хотим сделать так-то так-то. Вот большой перечень вопросов, которые мы хотим от вас получить к этому мероприятию при условии, если вы согласны. Мы писали, что если вы хотите приехать к нам в Казань и провести такое-то мероприятие, то, пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Эти вопросы сразу снимают некоторые вопросы у спикера, что нужно ли это прислать, а не нужно ли это, потому что мы спрашивали и про фотографии, и про обратную связь, и про отзывы, абсолютно все. Мы показали, как страницы будут выглядеть и так далее. И она в этом году сказала, что классно, я увидела, что вы хорошо к этому относитесь, хороший подход у вас, я готов с вами работать, потому что я думаю, что вы ответственные ребята. Это пример того, как нам большое письмо и длительная переписка помогла в общении с клиентом. Если бы мы написали какую-то отписку из разряда, хотим пригласить в Казань 5 сентября, поговорить о чем-то, приедешь, нет, то, скорее всего, тебе скажут, что нет. Кайф, а есть еще время? Я просто вспомнил чудесный пример вообще, коммуникационный. Случайный абсолютно, но он сработал просто божественно. Мы готовили одну из конференций TEDx в Петербурге, и там у нас в этот год было несколько, но, в общем, одна, и врач-онколог был у нас. И мы с ним договорились заранее, он выступает, рассказывает что-то там, как вообще врачебная вся индустрия выстраивается, какие проблемы есть и так далее. И последний момент пропал, ну, типа, не выходит на связь. И мы такие, ну, можем, мы приедем к вам в клинику, обсудим все, он куда-то приезжает, и мы приезжаем, он опаздывает на встречу, такой, все, мы говорим, вот выступите, он такой, ребят, спасибо, что приехали, классно, но, скорее всего, нет. До выступления там три дня осталось. Мы такие, а чего, он говорит, ну, или там, неделя, неделя. Он говорит, слушайте, у меня это операционная неделя, у меня четыре операции на этой неделе, я просто не успею подготовиться, потому что мне нравится в целом там формат TEDx, да, там, ценностно мне это близко, мне, я хочу там поучаствовать, вы мне нравитесь как ребята, но, ну, я не могу, я реально не успею подготовиться, а я не хочу плохо выступить, я не хочу ни себя подставить, ни вас, поэтому, как бы, времени на подготовку не будет. Я говорю, слушайте, ну, давайте я приеду к вам в субботу, мы все порепетируем, значит, сделаем структуру выступления, он такой, не-не-не, я хороший спикер, меня не надо готовить, я все умею, ну, я реально не могу здесь, не успею. Мы такие, блин, ну, мы все удаляем, он такой, да-да, а что вы удаляете? Я говорю, ну, типа и анонсы, и сайты, и группы ВКонтакте удаляем. Он такой, да, а что у вас в анонсах было? Покажите. Мы открываем анонс, а там написано, джедай от онкологии, путь сомнений или сомнения в пути, что-то в таком духе, и он такой, джедай? Ну да, да, ну, джедай, вы знаете, это Звездные войны, значит, светлая сторона сила, темная сторона, он такой, я знаю, что такое джедай. При чем здесь джедай? Откуда вы узнали про джедаев? Мы такие, блин, ну, вот там Звездные войны, нет, я знаю, вы откуда узнали про джедаев? Мы такие, ну, потому что, а он, помимо того, что он хирург еще, он и наставник для интерны, да, по-моему, этого у врачей называют, да, вот он их тренирует много. И он такой, откуда вы узнали? Мы такие, ну, вот, типа, значит, джедаи, это наставники для падаванов, он говорит, я знаю, вы откуда это узнали? Мы такие, блин, к чему ты клонишь? Типа, что-то здесь не так в этой коммуникации, что ты хочешь от нас? И он реально, то есть он сидит в белом халате, он достает ручку из кармана, на ней гравировка настоящему джедаю от верных падаванов, и поворачивается на шкаф, и у него на шкафу стоит фигурка магистра Йода, Дарта Вейдера, и он говорит о том, что для хирургов-онкологов история с джедаями, со светлой стороной силы, это как бы не пустой звук, не просто метафора, а они реально этим живут, потому что рак, как болезнь, да, это как раз темная сторона силы, которая убивает людей и прочее, и они с ней борются на протяжении всего своего пути, то есть они реально себя считают джедаями. Мы такие, фига себе, типа, такая метафора. Он говорит, ладно, ребята, я приеду к вам в воскресенье, я в обед отправлю презентацию, вы там что-нибудь покрасивее сделайте, я приеду выступлю. Он приехал божественно выступил, просто, ну, как бы, одно из лучших выступлений было на этой конференции, я в обед сидел, дорисовывал, что-то правил. Ну, вот такая штука, подход ценностный, метафорический, да, то есть как бы мы как-то случайно, я даже не знаю, как вот угадали с этим, с подходом, с метафорой. Он такой, да, да, для нас это очень важно. Офигеть. Знали бы мы сначала, сразу бы открыли дверь, такие, ну что, джедаи, давайте, ну, вряд ли, наверное, так. Но, тем не менее, да, вот понимание людей, с которыми, понимание контекста их, ну, это очень важно, да, потому что можно как бы как и испортить это все, там, да, если бы мы взяли темную сторону, все, пока, да, нас бы сразу прогнали. Но здесь как-то так вот сложилось, и в целом это, ну, всеобщее понимание контекста, изучение вот тех людей, с кем вы коммуницируете, вообще, мне кажется, очень важно. Да, вот, кстати, мы-то не проговорили, что очень важно быть в контексте и понимать, с кем ты общаешься, в каком информационном поле живут люди, что у них, какие есть особенности. Да, мне кажется, это тоже очень важно в деловом общении. Ну что, давайте в завершение мы с вами, мы проговорили, что граница только в голове, но мне очень хочется, очень хочется сделать какой-то финальный список топ-нет или топ-да в деловом общении, или топ-да-нет, ну, вот, как вам кажется, какие правила основные? Давайте от каждого по два правила, может быть, у вас есть больше правилов. Я бы одно, на самом деле, рассказал, и это, наверное, ну, два, давай два. Уважение и забота. Вот, наверное, две вещи, которые очень важны. Здесь скорее нет, что делать, что не делать. Вот если вы для себя эти фильтры, как в инстаграмчике, выбираете, такие, так, я попробую отнестись с уважением. Что для меня в данном случае уважение? Ну, наверное, я не буду сразу к нему на ты. Хотя, если он пишет ко мне, пацаны, пацанессы, ко мне все на ты обращайтесь, я такой, так, ну, если он просит или она, я так и сделаю. Ну, с уважением заключается в том, что я следую тому принципу, который он исповедует или она. И, ну, забота, мне кажется, это важно. Если вы приглашаете кого-то куда-то, там, знаете, часто организаторы такие просят прислать фотографии, портфолио, там, твое резюме, какую-то подборку. Такой, блин, да я рад к вам приехать, например, да у меня нет времени там все искать. А когда тебе, такие, добавили фильтр заботы, так, Серега, смотри, такие фотки, можно эту какую-нибудь? Такой, да, можно. А вот мы подборку выбрали, там, у тебя какую-то там на ютубчике или где-то, можно? Такой, да, можно. Круто, за меня все сделали. Да, это дольше. Да, надо постараться, покопаться, что-то там поделать, изучать. Но, блин, насколько это приятно человеку, вы с него снимаете огромное количество задач, такие класс, поэтому здесь нет как бы того, что нужно делать, скорее вот тот фильтр, который надо добавить. Забота и уважение, все, дальше точно, скорее всего, сработает. То есть вы сами придумаете дальше шаги, там, да, это весь таймлайн, по которому надо пройти, чтобы там чего-то добиться. Вот, мне кажется, такие забота, уважение, и все будет. А мне даже добавить больше нечего, потому что, мне кажется, это два самых действительно главных момента, в большей степени даже, наверное, про заботу, как хотели бы, чтобы к вам относились, так и относитесь к другим. Потратьте действительно лишние 10-15 минут на ресерч информации про спикера, про человека, с которым вы будете общаться. Потратьте 10-15 минут на то, чтобы проверить ошибки, вычитать это письмо, добавить что-то лишнее. И это будет плюсом вам же, не в ущерб. Поэтому, да, здесь главное забота, забота и забота. Я поняла. Спасибо вам большое. Мне кажется, было очень интересно. Спасибо огромное. Сегодня разговаривали про деловое общение. С нами были Николай Кочетков, Сергей Гаврилов. Обязательно заходите к ребятам, смотрите Basic Legends, Bsmart. Заходите к нам в соцзавод, смотрите. Выкладывайте сторис, как смотрели нас, отмечайте РОМГПУ, КЛТМС, МГПУ. Увидимся в кадре. До встречи.